Лучшие советские фильмы Топ самых лучших фильмов советского кинематографа Самые разные персонажи, гениально воплощенные великими актерами, не потеряли своей актуальности и найдут отклик в сердцах взрослых и детей. Эти фильмы многие знают наизусть, а реплики героев разорвали на цитаты, которые в ходу уже несколько десятков лет. Представляем подборку фильмов из советского прошлого, которые актуальны до сих пор. Бриллиантовая рука Главный герой – законопослушный гражданин Семен Горбунков. Однажды ему выпадает шанс отправиться в круиз. На одном теплоходе с ним плывет граф, который является одним из членов валютной банды. Именно ему поручили забрать бриллианты и провести их в забинтованной руке через границу. Но в результате случайных обстоятельств товарищ Горбунков попадает в руки хранителей ценных камней. По ошибке обычному советскому гражданину наложили гипс, спритав внутри драгоценные камни. Теперь банда начинает охоту за Семеном, а он в свою очередь заручается поддержкой милиции. Операция и другие приключения Шурика Фильм состоит из трех новелл. Главный герой Катарех – студент Шурик, попадающий в самые необычные и смешные ситуации. Шурик борется с хулиганом Верзилой в напарнике, готовится к экзамену в наваждении и предотвращает ограбление в операции И, которая пытается провернуть Великая Тройка. Трус, балбес и бывалый. Служебный роман. Культовая трагикомедия Эльдара Рязанова о неравной любви. Новосельцев. Разведенный, застенчивый статист, которому нужно повышение, чтобы растить двоих сыновей. Людмила Прокофьевна – суровый и жесткий начальник безличной жизни, закрытая от любых проявлений человеческих чувств. Вопреки всем препятствиям, коллизиям и осуждению коллег, они влюбляются и меняют жизни друг друга к лучшему. Покровские ворота. Действие мюзикла разворачивается в Москве начала 20 века. В коммунальной квартире проживают несколько представителей столичной интеллигенции, музыкант, поэт, исследовательница Южной Америки, художник и молодой аспирант МГУ. Все они пытаются ужиться в скромном пространстве, при этом попадая в многочисленные авантюры и любовные треугольники. Девчата. Советская романтическая комедия Юрия Чулиукина, снятая по мотивам одноименной повести Бориса Бедного. В Уральский леспромхоз приезжает новая повариха, наивная и эксцентричная воспитанница детского дома Тоса Кислицина. Местный красавец Иван на спор заводит с девушкой роман, но не замечает, как и сам проникается к Тосе истинными чувствами. Иван Васильевич меняет профессию. Изобретатель Тимофеев создал машину времени, которая превратила московскую квартиру в портал в 16 век, прямиком в палаты Ивана Грозного. На место царя попадает его тезка и сосед Тимофеева, пенсионер-общественник Иван Васильевич, а вместе с ним вор Жорж Милославский. Государь же оказывается во второй половине 20 века. Любовь и голуби. Семьянин и работяга Василий Кузякин получил производственную травму, а после – путевку на юг. Там он знакомится с Раисой Захаровной и после поездки возвращается не в родную деревню, а в квартиру к этой роковой женщине. И вроде бы началась новая интересная и необычная жизнь, но нет в ней дома, Наде, детей и голубей. Волга-Волга. Начальнику управления мелкой кустарной промышленности Бывалову поручают подготовить к всесоюзному смотру участников художественной самодеятельности. По мнению Бывалова, в Москву некого послать, хотя в городе есть два творческих коллектива. В итоге обе группы отправляются в столицу своим ходом по Волге. 17 мгновений весны. Многосерийный культовый фильм советского производства. Действие разворачивается в Германии накануне окончания Великой Отечественной войны. Советский разведчик полковник Исаев, он же штандантер фюрер СС Штирлиц, исполняет задания Центра, диктуемые ходом войны и политическими интригами верхов противоборствующих сторон. Кавказская пленница. Или новые приключения Шурика. Во время одной из своих экспедиций на Кавказ студент Шурик влюбляется в спортсменку, консомолку и просто красавицу Нину. Но банда из трех человек похищает девушку, чтобы насильно выдать замуж. Шурик решает спасти возлюбленную из плена, которой организовали трус, балбес и бывалый. Полосатый рейс. Нестареющая классика с Евгением Леоновым в главной роли. Буфетчику поручили сопровождать советский теплоход с опасным грузом, тиграми и львами. Маленькая обезьянка устраивает настоящий переполох, открывая клетки. И только племянница капитана удается укротить диких зверей. Максим Перепелица. Деревенский балагур и просто веселый парень Максим Перепелица отправляется на службу в армию. Там он со шутками пытается избежать трудностей армейской жизни. Добродушный нрав и настоящий характер заставляют перепелицу переосмыслить свою жизнь. И в родное село к любимой девушке он возвращается в новом звании. Укротительница тигров. Простая уборщица в цирк Леночка Воронцова не может скрывать своей любви к опасным хищникам. Вместе со спортсменом-матогонщиком Федором Ермолаевым они создают опасный номер матогонки под куполом цирка. Страсть Лены к тиграм заставляет руководство пересмотреть ее должность под куполом цирка. Джентльмены удачи. Заведующий детским садом Трошкин похож на бандита по кличке Доцент, который похитил шлем Александра Македонского. Трошкина внедряют в преступную среду, где ему приходится изображать злодея. Заведующий детсадом вживается в роль и сам приходит в ужас. 12 стульев. Аккуратная экранизация сатирического романа Ильфа и Петрова. Авантюрист, великий комбинатор. Остап Бендер бросается на поиски сокровищ, которые спрятала в стульях тетушка-предводителя дворянства Кесы Воробьянинова. За драгоценностями охотится и отец Федор, которому покойная также открыла свою тайну перед смертью. Аккуратная экранизация сатирического романа Ильфа и Петрова.